Два месяца назад мир сошел с ума. Начались продажи премиального смартфона. Сегодня чудо с яблочком под грифом X стоит в Беларуси от 2,5 до 3 тысяч рублей. Цена баснословна и, конечно, не каждому по карману. Поэтому наиболее ушлые граждане придумали ноу-хау. Предлагают на прокат пустую коробку от смартфона. За 10 минут фотосессии просили 40 рублей. Желающие нашлись. Ольга Пискарева расскажет, почему ничто не стоит так дешево. И не ценится так дорого, как понты. Сегодня в мире из 7 миллиардов жителей планеты 5 абонентов мобильной связи. 70% пользователей страдают нанофобией. Отклонения характеризуются страхом остаться без смартфона. Так, пару лет назад отличился молодой минчанин, прыгнув за телефоном на рельсы в столичном метро. А вот Светлане Рахманько такая зависимость не грозит. Ее новый телефон не подает признаков жизни. Увидела айфон, заинтересовала модель, позвонила по телефончику, указанной на сайте. И, в принципе, в течение нескольких часов привез мне курьер этот телефон. Вот тут такая я обрадованная, что наконец-таки мне удача подвернулась. Но на самом деле все было не так. В сервисном центре я была удивлена сразу двумя такими ошеломляющими новостями. Значит, первая новость была в том, что телефон не новый, а восстановленный. Причем продавец меня не предупредил об этом. И вторая новость была в том, что данный телефончик, он восстановлен не заводом-производителем. При этом курьер интернет-магазинов, сучив за круглую сумму девушке, шила в руки о том, что телефон восстановленный, не сказал. Никакой информации о БУ-телефонах и на сайте недобросовестного продавца. Обратилась к продавцу с претензией, официальной претензией, где я указала, когда был приобретен аппарат, на каких условиях, приложила все соответствующие документы, то есть товарный чек. И продавец мне ничего не ответил. Я получила извещение о том, что 1 декабря 2017 года продавец, уполномоченное лицо, получила претензию, но, к сожалению, на ответ на претензию не последовал. Все мои попытки как-то полюбовно решить этот вопрос с продавцом не увенчались успехом. Поэтому я была вынуждена обратиться в милицию, заявить о факте мошенничества, так как я считаю, что со стороны продавца была целенаправленная мошенническая вот такая ситуация. Телефон с истории обернулся финансовыми потерями и другими неприятностями. Но сдаваться Светлана не намерена. Когда у девушки не получилось вернуть нерабочий гаджет, она решила сдать продавца. Потребитель вправе предъявить продавцу требование о расторжении договора. Данное требование должно быть удовлетворено в соответствии с законом о защите прав потребителей в течение 7 дней. В случае, если претензия потребителя не удовлетворяется в установленной законном сроке, потребитель вправе обратиться с иском в суд с тем же требованием. Кроме того, потребитель имеет право заявить требование о выплате ему неустойки за нарушение сроков удовлетворения требования в размере 1% от стоимости товара, а также денежной компенсации морального вреда. Восстановленный телефон – аппарат, бывший в употреблении, который владелец вернул из-за какой-либо неисправности в работе или по программе обмена на более новое устройство. Такие гаджеты отправляются на заводы партнеров-изготовителя в случае необходимости, в аппаратах меняют все неисправные детали и ставят новый дисплей и корпус. Смартфоны проходят заводские тесты, получают новый серийный номер и упаковываются. В комплекте с ними идут новые наушники и зарядное устройство. Но есть телефоны, восстановленные белорусскими умельцами-перекупами в подвальных мастерских. Такой гаджет – шкатулка неприятных сюрпризов, а о гарантии ни слова. А между тем и интернет-магазин и сервисный центр, с которыми не повезло Светлане, у юристов на особом счету. Изучая представленные потребителям документы, очевидно, что сервисным центром данного продавца является организация 5ДЖ, которая неоднократно встречалась с нами в судебных инстанциях. Кроме того, неоднократные обращения потребителей являлись предметом исков суда. Более того, работник 5ДЖ, который является представителем ответчиков в суде по искам, поданных в интересы потребителей нашим обществом, являлся и директором такой известной организации, как «Лавка чудес». Организацией «Лавка чудес» реализовывались телефоны, которые в последующем были некачественные, и потребители обращались в сервисный центр с просьбой устранить недостатки. Однако потребителям предлагались взамен на некачественный товар уже телефоны, которые были ранее в использовании, без всяческих документов и упаковок. Стоит отметить, что до настоящего момента организация «Лавка чудес» не погасила долги как перед потребителями, так и перед общественными деяниями. Реализация серых гаджетов по золотой цене рассчитана на непосвященных. Контрафакт от оригинала отличить очень сложно. Покупателя умышленно вводят в заблуждение, предлагая некачественный товар. Но может неудачный телефон Светланы – чистая случайность, или все же это целая система работы магазина. Отправляемся в офис продавца искать правду в истории надкусанного яблока. Но последний спешно покинул место дислокации, и это понятно. Как пояснил администратор офисного здания, в последние сутки разыскивали фермачей порядка двух сотен обманутых покупателей. В эту вашу смену 200 человек пришло, и все жаловаться. А вы этих товарищей не видели в глазах? Никогда и не было. Я что, больной, что не могу позволить себе в магазине купиться. В нормальном, а не по объявкам неизвестного кому. На данный момент продавцами надкусанных не до яблок заинтересовались и сотрудники правоохранительных органов. И, судя по всему, вскоре нагревать руки на человеческом незнании сотрудники интернет-магазина не смогут. Более того, не за горами то время, когда настойчивые, требовательные и обиженные покупатели нещадно выкурят уже дурно известных дельцов с рынка. В завершении сюжета замечу следующее. Жажду наживы утолить невозможно. Ее можно заменить только на другую жажду. Свободы, например. Да, уважаемые господа, из Кернекс Экспорт. Субтитры создавал DimaTorzok